Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал, посвященный боксу. Как всегда, самые интересные бои, самые зачастую малоизвестные бои очень известных боксеров. Иногда не очень. Но конкретно сегодня известного. Я думаю, вы без проблем узнали. Слева на ваших экранах совсем молодой, юный и зеленый Мэнни Пакеао. Справа его соперник Иппо Гала. На дворе был 95-й год, и Пакеао был еще не той суперзвездой, убийцей чемпионов, миллионером, политиком. Это все в будущем. В момент конкретно этого боя он был одним из тысячи юнцов, которые пытаются пробиться наверх и реализовать свои амбиции. Южная Азия, она вообще в легких весовых категориях полна великолепными боксерами, очень выносливыми, очень целеустремленными, обладающими очень высоким уровнем физической подготовки, ну, иной раз страдающим не самой выдающейся технической базой. Но если им удается пробиться наверх, и они попадут в руки хорошим известным тренерам, то тогда ситуация, как правило, исправляется. И вот Пакеа один из таких примеров. Вообще, вот эту азиатскую школу бокса можно сравнить с чем-то с мексиканской школой бокса в плане уровня конкуренции, высочайшей уровня конкуренции. Я уже сказал, что тысячи таких ребят, и это действительно так. Это ни в коем случае не преувеличение. Не тайским боксом едины, как говорится, и очень большое количество молодых людей пытаются реализовать себя в боксе. Высокий заработок, престиж, признание. Ну, и, конечно же, такие иконы, вроде Пакеа, которые удалось всего этого достичь, манят тысячи-тысячи людей в зал. Это реально возможность вырваться из бедности. Стать большим человеком в этом мире. Я думаю, сразу заметно, да, и бросается, насколько не похож вот в этом бою Мэни Пакеау на того, которого мы привыкли, ведь уже в более позднее время его работы с Фредди Роучем. Ну, я даже не имею в виду его габариты. Совсем он здесь. Это наилегчайшие веса. Совсем он здесь небольшой. А его техника. Его техника я не зря сравнил чем-то с мексиканской школой бокса. Да, школа бокса тоже похожа. Пакеау перекрывается, идет в средней дистанции, пытается оттуда зарубить сильнейшими ударами. Пакеау с самого начала своей карьеры было одно преимущество, выделяющее его на фоне многих своих оппонентов. Это ударная мощь. В таких весовых категориях это, как правило, редкость. Но вот у Мэнии она была. Пакеау это был боец, который мог попасть один раз и на этом бой закончить. Ну, конечно же, этим он и пользовался. На дистатах техники он вдоволь компенсировал бесстрашием, сильным ударом и высокой скоростью. Ну, то, что техника еще очень сыра, не отшлифована, я думаю, видно с первого взгляда очень так размашисто. Действует Пакеау. Очень плотно он стоит на ногах, зарубается с полной ступни. Нет еще его легкости в передвижениях, нет этих отточенных молниеносных ударов. Все это будет потом, попозже. Пока вывозим на том, что делать умеем. А, умеет Пакеау бить сильно, бить много и держать удар. Опять же, повторюсь, здесь нет как у большинства бойцов какой-то особо нокаутирующей мощи, поэтому Пакеау позволяет себе иной раз вот так вот подставить лицо под удар. Соперник его не пугало. Это очень опытный боксер. У него на момент этого боя было за 30 побед при всего 6 поражениях. Опыт, вот и давайте и посмотрим, сможет ли опыт взять молодость, наглость, нахрап. Видите, Гала бьет и очень частенько попадает. Пакеау размашистый удар очень издалека. Но Пакеау, попадая вот здесь на ближней дистанции, конечно, начинает иной раз очень-очень сумбурно просто разбивать своего оппонента. Десятки ударов по корпусу, удары по верхней части тела. По-моему, уже потрясен Гала. Не ожидал он такой прыти от своего молодого соперника. Это кровавая школа, которую были вынуждены проходить. Очень многие боксеры из этих регионов вы видите, бой проходит в каком-то спортзале. Ну, или арене, явно не предназначенной для непосредственно бокса. Пакеау зажимается оппонента канатом и просто забивает. Ну, а что? Очень действенно. Гала перекрывается. Ну, и тут уже начинается форменное безобразие. Рефери, конечно, тот еще профессионал. Просто забил своего оппонента Мэнни. Показывая при этом Галу, что и пару ударов пришлось по затылку. Это действительно так, но Галу повернулся при этом к Мэнни спиной, что делать в боксе категорически запрещено. Стреляет Пакеау с обеих рук безостановочно, сумбурно. Очень много мимо приходится ударов. но делать то, что умеет делать. Вы видите, да, как Галу вперед головой проваливается и просто на молодости и на своей физической мощи забивает оппонента. от большинства боев Пакеау до того момента, как попало в профессиональные руки Фридер Роуч они были примерно такие и все. Бить, 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 глядишь и попало куда надо. Ну что ж, попадало и много. Да, вот такой был путь. Мы не Пакеа в начале своей карьеры. Тяжелые бои против опытных соперников, бои в которых иной раз на самом деле Фортуна могла сложиться как угодно. Надо поймать, что в подобных разменах и ты можешь пропустить. Но Фортуна благоволила Пакеау и смог он вырасти до того, кем является сейчас живой легендой. И нам очень повезло, что мы воочию наблюдаем все еще его приключения на ринге, с которого он вроде как пока не планирует уходить. Ну что ж, спортивное долголетие этому боксеру я думаю надо пожелать. А вам я желаю держать удар. Всего вам хорошего. До свидания. Подписывайтесь на нас. Будет еще очень много интересных видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok